Слава Господу, братья и сестры! Приветствую вас всех в Доме Божьем. А сразу заметно молодежь уехала на автобусе наша. Поехали посетить церковь маленькую в Келса. Ну, братья говорят, и это надо, чтобы дети общались. Вот, пусть Бог их там благословит. А мы будем молиться, Господа прославлять. Слава Богу, что наши ноги стоят во дворах Твоих Иерусалим, куда восходят колена, колена Господни, по закону Израилеву славить имя Господне. Вот мы это и будем делать. Давид говорит такое слово. Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господни, стоящие в Доме Господнем, во дворах Дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо Господь благ. Пойте имени Его, ибо это сладостно. Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля, собственность свою. Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Вот такое написал псалмопевец Давид. И это истина так. И мы счастливы, что и нас Бог нашел, язычников нашел, на этих распутьях, на этих дорогах беззакония, в сердце постучал, душу открыл, имена в книгу жизни записал, и теперь мы уверены знаем, временная жизнь заканчивается, а в нас будет вечная. Поблагодарим Господа и попросим Его присутствия в наше собрание. Ныне все верные в мире ликую, в небе все силы в Христе торжествую, царь вам рожден, распевают в хвале, слава Вышли Богу, мир на земле, слава, слава, слава Вышли Богу, мир на земле, слава, 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 Слава! 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 Сварь вам родился Христос! Путь был указан от Бога свистую, Чтоб мудрецы поклонились мольбою Много дорог мудрецы принесли Знай и младенец от неба земли Слова, слава, слава вышли Богу, мир на земле Слова, слава, царь вам родился Христос И раз услышав от старском рождений Сердце замыслит свершить преступление Тай нам младенца, убить захотел Место рождения искать по веле Слова, слава, слава вышли Богу, мир на земле Слова, слава, царь вам родился Христос Ночью и осень услышал веление И раз задуман свершить убиение Утром возьми ты на детство и мать Весь день и мель и спасенья искать Слова, слава, слава, слава вышли Богу, мир на земле Слова, слава, слава, старь вам родился Христос И радствовать с вами детей избивает, Царше младенец и китель ступает. И на младенец спасен был тогда, Чтобы он после спасли навсегда. Слава, слава, слава Выше Богу, мир на земле. Слава, слава, царь вам родился Христос. Христос 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 хотим что-то сделать лучше, чтобы в следующий год уже менее было ошибок у нас, если были какие-то ошибки, менее было промаха в нашей жизни, в воспитании детей, в отношении с близкими, родными, с женой, и самое главное, в отношении с нашим Богом Иисусом Христом, чтобы у нас было всегда правильное отношение. И знаете, я слышал такую притчу, рассказывали один человек, у него были сыновья, и он всю свою жизнь, ну когда собирал имения для них, он много трудился, не покладая рук, трудился каждый день и копил для детей своих наследие, собирал это богатство, ну по концу своей жизни собрал, и он умер. Умер и, знаете, так, приходит к дверям рая, а ему дверь не открывают. Он долго стоял, ждал, когда же откроется эта дверь, но в конце концов выходит ангел и смотрит, а его нету, говорит, имени твоего нету в книге жизни. Он говорит, почему, говорит, я разве что-то сделал неправильно, вроде бы я все сделал для того, чтобы моим детям было хорошо. И тогда ангел берет его, спускает на землю, и вот, говорит, посмотри, что ты сделал для своих детей. И он показывает и рассказывает, ну и так показывается, эта жизнь, брат убил брата, они не смогли разделить его наследие. Осталось, посмотри, осталась невестка твоя и твой внук, которые сидят в лохмотьях, а сыночек, внучок просит, дай кушать мне, дай кушать, то есть голодные они. Вот что ты, можно сказать, оставил наследие своим детям. Ты не научил их другому наследию, которое неувядаемое наследие в Иисусе Христе, к сожалению, этому ты их не подвел. И знаете, сегодня мы прожили этот год, и знаете, как мы сегодня, что мы сегодня дали нашим детям, насколько мы больше заботились в этом году их приблизить к Богу, или мы больше заботились их, ихнюю жизнь посвятить в учебу там, или еще во что-то другое такое, знаете, что окружает этот мир, во что-то такое, что, ну, не приближает к Богу, а удаляет. Знаете, бываете, родители, они больше акцентируют, знаете, вот его поведение-то само собой, как он одевается, как он прилично, ну, прилично, это тоже правильно, но, знаете, был такой один, тоже случай, когда дочка у одной матери, то есть она заболела, или она, кажется, попала в аварию, ну, и уже на одре болезни лежала в больнице, умирала, и мать, когда подошла к ней, она плачет, и матери говорит, знаешь, что мама, говорит, ты меня научила красиво петь, ты меня научила красиво одеваться, но, говорит, ты меня не научила умирать, я боюсь умереть. И знаете, бывает вот наша ошибка, то, что мы детей учим всему, но о самом главном бывает, мы забываем, о самом главном, учить наших детей любить Бога, служить Ему, доверять всю свою жизнь Иисусу Христу. Знаете, Давид, он пишет такие слова, это 15-й Псалом, 6-го стиха, «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, разумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он, одеснуя меня, не поколеблюсь». И знаете, как бы, вот мы читаем жизнь Давида, но его жизнь, она была, знаете, наполнена, насыщена всякими такими происшествиями, постоянно, ну, были у него и проблемы, были много проблем, за ним 7 лет гонялся Саул, потом с филистимлянами была проблема, войны постоянно он воевал, все, но, однако же, во всем этом он говорит, «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, разумившего меня, даже и ночью учит внутренность моя, всегда видел я пред собою Господа». Вот это самое главное, дорогие друзья, пред собою всегда видеть Господа, как бы нам трудно не было, что бы нас не происходило, что бы не ожидало в нашей жизни нас, но если мы будем всегда при собой видеть Господа, если мы будем с Ним близки, то мы тоже сможем так сказать тогда, «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое, как здесь написано, приятно для меня». И тогда, знаете, я когда обернусь, я посмотрю, и мои дети благословены, «Моя семья, все нормально, все хорошо, потому что, в первую очередь, что?» Я вижу пред собой Господа всегда. Не так, чтобы, знаете, я просыпаюсь, а передо мной все эти проблемы, все эти, значит, это суета, туда пойти, сюда пойти, там работа и тому подобное, знаете. А Давид молился, говорит, «И ночью, говорит, внутренность, как здесь пишется?» «И ночью, говорит, внутренность, учит меня внутренность моя». То есть Господь и ночью его вразумлял. То, насколько он был близок к Господу, насколько он хотел, жаждал присутствия Божьего в своей жизни, что какой бы год он ни проживал, он всегда подытоживал, когда его, я понимаю, что там он всегда видел пред собой Господа. Он каждое свое дело, каждый свой шаг, он делал с Богом. И поэтому он говорит, что «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стези моей». Это свет, Слово Твое, потому что он пребывал в этом Слове. Он пребывал в этой жизни Божией, потому что Слово – это и есть жизнь. И когда мы будем пребывать и будем учить наших детей также пребывать в этом Слове жизни, то они получат то наследство, которое нам передал Иисус Христос. Он дал нам великое наследство, дорогие друзья, такое наследство, которое, можно сказать, ни одно богатство не способно окупить или заменить, ни одно богатство этого мира во Вселенной. Он дал нам жизнь вечную. Нас ожидает там небесный град, Иерусалим, где будут все искупленные находиться вместе и славить Господа, что может быть лучше этого. Это прекрасное наследие, дорогие друзья. Но самое главное, чтобы, знаете, мы как можно ближе, каждый с каждым годом приближали бы этот день и вот эту радость встречи с нашим Господом и наших детей, чтобы они также радовались тому. Наша семья, как Иисус Навин говорил, да, «А я и дом мой мы будем служить Господу». Этот мир будет уклоняться, этот мир будет, пока всем, может быть, изменять все отношения и мировоззрение к истинному Богу, но мы должны оставаться в том слове, как мы научили от начала, как научил нас Господь Иисус, как нам было передано это слово от начала. Помните, апостол Павел говорит, «Если кто-то придет и будет учить не тому, чему мы были научены от начала, да будет одна фима, даже если ангел придет и будет говорить вам иное, не принимайте». И поэтому, чему мы научены этому слову жизни, как оно написано здесь, чтобы оно было правильно передано нашим детям, чтобы наша жизнь, которую мы прожили, мы рассказывали, как Господь, мы то, кажется, передавали и рассказывали нашим детям, не то, как, значит, красиво одеваться или как красиво там жить в этом мире, пользуясь всеми благостями этого мира, не этому учить, а как правильно служить Господу, как радоваться в Иисусе Христе, чтобы то было вложено в наших детях. И, конечно, должно быть это и в нас. И сегодня совершить такую молитву желаю я, чтобы мы, знаете, в этой молитве, прославив Бога, мы пересмотрели бы еще раз свою жизнь и тот год, который ожидает нас, чтобы он был благословенный. И что Господь дал нам и дает нам, чтобы то мы могли передать и нашим детям. То, что мы получаем от Бога, чтобы она, как говорится, умножалась в нас, как написано, что дано было людям, вот эти таланты, чтобы они умножались в жизни нашей. Наоборот, не закопаны были, а умножились бы и принесли бы много плода. Много прославился бы Отец Небесный, потому что написано так, если принесете много плода, тем самым прославится Отец Ваш Небесный. Чтобы в этом последующем году наш Господь, наш Иисус Христос, Он был прославлен как в нашей жизни, как в этой церкви, как в наших семьях и в наших детях, так и в нашей жизни. Аминь. Будем молиться. До сего места помог нам Господь. Уже подводим итоги, уже анализируем прожитый год и делаем акцент нашего внимания на воспитание детей. Эффективно ли мы воспитали наших детей? Приложили ли мы максимально усилий? Я думаю, что даже если у кого-то детей нет, может быть, в церкви нет, может быть, вообще нет, все равно мы своим примером показываем и воспитываем, как нужно поступать. То есть каждый день прямо или косвенно мы воспитываем детей. Мы влияем на воспитание наследия нашего. И слава Богу, когда есть наследие благословенное. Вот Мария и Соня следующие, они споют, это наследие семьи, наследие нашей поместной и вообще церкви. Мария и Соня, потом хор и общее пение. Давай, Мария, вот посмотрите, какое наследие маленькое уже поет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Младенец Иисус, я ждем бы в ту ночь, чтоб людям, страдающим, в мире помочь. Хвалу я пою Ему одному, Христу моему. Ангелы в свете небесном славу слагали Христу, Младенец Иисус, но в домах было тесно, Христу моему. Хвалу я пою Ему одному, Христу моему. В маленьком детском сердечке О, Василий Иисус, О, Василий Иисус, Рождем бы в ту ночь, Чтоб людям, страдающим, В мире помочь. Хвалу я пою Ему одному, Христу моему. Хвалу я пою Ему одному, Христу моему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Звучит, Корректор А.Егорова Иисус Христос явился, Изборитель нам рожден. Слава, хвала, мышь и Богу, Слава, хвала, мышь и Богу, Богу хвала, Богу добудет хвала. Слава, хвала, мышь и Богу, 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 Богу добудет хвала. И вставшись, споем одним желанием горю, да? Слава, хвала, мышь и Богу добудет хвала. Одним желанием горю, живу одной мечтой. Нести спасенья зарю, потоп людской. Слава, хвала, мышь и Богу, Богу добудет хвала. Слава, хвала, мышь и Богу добудет хвала. Слава, хвала, мышь и Богу добудет хвала. Слава, хвала, мышь и Богу добудет хвала. Хвала, хвала, мышь и Богу добудет хвала. Слава, 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 хвала, мышь и Богу добудет хвала. Мышь и Бог здоровья, мышь и Бог здоровья, дал благополучия. Может быть, не совсем мы все чувствуем здоровыми, потому что сейчас такой вирус ходит, как у нас в Канаде, так и у вас здесь в Америке. Он одинаковый грипп. Даже моя жена, она тяжело заболела сегодня, но Господь поднял меня на ноги, и я имею возможность сегодня быть среди народа Божьего, хотя я имел желание привезти маму после болезни сегодня на служение и сам вернулся обратно. Но Господь дал силы и славу нашему Господу. Такой чудный Господь, мы просим Его. И перед тем, как мы выходим из дома нашего, мы просим благословения, чтобы Господь хранил наш путь. И мы еще просим, чтобы Господь благословил нас и дал нам здоровье, дал крепость. И Господь дает. И происходит неимоверное чудо. Хотя мы забываем о том, что мы даже просим что-то в нашей жизни. Мы забываем об этом, но происходит то, что мы просим нашего Господа. И таком наш Господь был вчера, сегодня и во веки такой же. Хвала нашему Господу. Братья и сестры, мы забываем, Бог не забывает. Мы просим и иногда забываем, о чем мы просим. Но Бог дает ответ в свое время. Хвала нашему Господу. Такой наш Господь. Вы знаете, бывает такое время, мы просим что-то у нашего Господа. Как пример, мы просим о наших детях. Мы просим, чтобы Господь обратил их к себе. И приходит время. И мы потом удивляемся тому, что происходит в нашей жизни. Бывают такие моменты, когда мы просим Господа о здоровье. И Бог в свое время дает это здоровье. Испытал нашу веру, испытал нас, сделал нас твердыми, непоколебимыми, сделал нас и дает нам в свое время здоровье. И мы получаем здоровье. Вы знаете, как-то очень, ну, как-то так, как-то оно удивляет нас, что происходит в нашей жизни. Но Бог дает ответ. Я хочу сегодня сказать во все услышание Церкови Божьей, что у Бога ни одна молитва не бывает тщетна. Ни одна молитва человека не бывает неуслышана. Бог отвечает на каждую молитву, буквально каждую молитву. Без разницы, какого ты возраста, какого ты пола, какой ты национальности, старший ты или молодой, без разницы, в каком положении ты находишься, человек. Бог слышит твою молитву. Потому что эта молитва, она является разговором между тобой и Богом. Это интимный разговор между тобой и Богом. И Бог слышит ее, Бог преклоняет свое ухо и слышит эту молитву. И дает ответ в свое время. Хвала нашему Господу. Я проповедую такого Бога, воскресшего и вновь грядущего. Я проповедую такого Бога, который был на этой земле для того, чтобы явить свою славу, явить себя человеку, простому человеку, нам, человеком простым, с образованием, без образования. Он явился нам и открылся нам для того, чтобы мы могли познать и вкусить его. Вкусить его, как благ наш Господь. Хвала нашему Господу. Можно об этом очень много говорить, но мы лимитированы во времени. И я хочу только провести, прочитать место Священного Писания и немножко порассуждать вместе с вами и помолиться. Так как это конец года. И обычно в конце года есть определенная тема. И мы говорим об этом, о том, что проходит этот, как бы, идет висчисление уже вот эти дни, вот эти часы вот этого года, 2014 года. И вы знаете, как стихотворец один сказал, что «Насколько за год я подрос в любви, служении, вере, или прежней меркой свой рост, всю жизнь придется мерить». Есть какая-то определенная мерка вот этого уходящего года. Мы, так рассуждая, и как бы тема многих проповедей во всех церквях, как здесь в Канаде, так и в Америке, я знаю, в других странах, в эти дни, последние дни вот этого уходящего года, много проповедников говорят об этом проходящем дне. И что успели мы на протяжении вот этого года, проходящего года? Насколько вере мы могли подрасти выше, потому что, получается, из веры в веру, из силы в силу. Вот что происходило в нашей жизни? И мы как-то так вот рассуждаем, как-то вот слышим проповеди, рассуждаем немножко, может быть, даже и не рассуждаем, как бы. Ну, молодые люди, я говорю то, что происходило в моей жизни, я как-то не особо анализировал. Так, ну, прошел год, прошел год. Ну, как бы, хотелось, знаете, как-то, ну, как-то, ну, становиться взрослее, как бы, вот, ну, как-то взрослым хотелось становиться. А сегодня я уже дети взрослые, я уже дедушка дважды. И как-то так вот смотрю, уже приходится как-то немножко думать, как-то, ну, все-таки вот жизнь немало, немного, 47, и как-то так вот жизнь проходит, как-то вот, ну, насколько в возрасте духовном я подрос, ну, насколько я тверд в вере, в уповании и тому подобное. Давайте нам поможет в этом рассуждении, прочитаем место Священного Писания, это Евангелие от Луки. Конечно, немножко не по теме, не по теме это место, которое я прочитаю, его обычно читают на Пасху, но, братья и сестры, я хотел бы обратить внимание на этот пример, который оставлен на страницах Священного Писания для всех, для всего нашего, как бы, рассуждения. И я думаю, что, так как я взял большой урок, и я еще в процессе рассуждения этого места, я думаю, что многие что-то подчеркнут из Церкви Божьей, люди подчеркнут для себя из этого места. Давайте прочитаем последняя глава, 24 глава Евангелия от Луки, это и в Новом Завете, вторая книга, третья книга Евангелия, Евангелие от Луки, 24 глава. И это последняя глава, и давайте прочитаем, давайте прочитаем из 10 и дальше прочитаем. То было Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова и другие с ними, которые сказали о всем апостолам. И показались им слова, их пустыми, и не поверили им. Но Петр встал, побежал к гробу, и, наклонившись, увидел только пелены, лежащие и вошел, и пошел назад, девясь сам в себе происшедшему. И тут дальше говорится о двух людях. В тот же день двое из них шли в селение, стоящее в стадии на 60, от Иерусалима, называемое Имаус. И разговаривали между собою о всем, о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали Его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой, и отчего вы печальны? Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ, неужели ты один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им, о чем? Они сказали ему, что было Иисусом Назаринянином, который был пророк сильный в деле, и слова пред Богом, и всем народом. Как предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его. А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля, но со всем тем уже третий день ныне, как это произошло. И здесь я немножко пропускаю, это интересная очень история, кто имеет желание, вы можете прочитать даже дальше, сейчас вот даже сидя. Я только, я продвинусь дальше, 25 стежок, тогда Он сказал им, о Иисус Христос, обратившись к этим двум людям, сказал так. Тогда Он сказал им, о несмысленное и медлительное сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Иисусу и выйти в славу свою? И начал от Моисея, от всех пророков, изъяснять им сказанное о Нем во всем Писании. Братья и сестры, история, просто история, да? Ну, если так бегло, я очень много раз прочитал Библию и бегло, прочитывал это место, и оно ничего абсолютно мне не говорило, оно история, оно было. Да, два человека шли по дороге, к ним присоединился Иисус Христос, как невидимый, и Он начал с ними беседу, интересная такая беседа. Эти люди между собой, два человека, они шли, рассуждали между собой, вот такая вот печаль, вот как это могло быть? Я себе представляю такое рассуждение, я ставлю себя на то место, вот вместе с этими людьми, как третий, ну как третий лишний, ну как третий, да? Ну, не считая Иисуса Христа, я так вместе с ними вот так вот просто рассуждаю, ну как это, ну как это, как это, вот такой сильнейший пророк пришел, пришел, как бы, вот так вот, оно немножко нестыковки, как бы, оно немножко не сходится, ну как-то вот надежда была одна-одно, как бы, и тут получилось немножко другое, вот как-то, ну как-то не увязется такая вот, вот что-то такое вот, понимаете? Знаете, братья и сестры, я хотел бы немножко скратить свое время, меня что остановило, когда я в очередной раз перечитывал это место, священное писание, меня как бы встрепенуло, как бы встряхнуло то, что эти люди, они читали пророков, пророков, которые в то время были там на кожах, или на чем оно было, на бумагах, на чем оно было в то время, в ту эпоху времени, да, они читали этих пророков, они знали, что говорили пророки, предвещая то, что должно произойти, то, что должен прийти Сын Божий на эту землю, то, с чем он должен прийти, и так как он должен уйти с этой земли, братья и сестры, знаете, что, что интересно, что эти люди себе имели такое представление, вот эти два человека, и многие даже ученики Иисуса Христа, потому что, я прочитал за Петра, да, и многие люди, они были как бы, ну, разбиты, разочарованы были именно в то время, знаете, что, они себе представляли, понимая, что пророки говорили, Иисус Христос пришел, и они, Иисус говорит, Иисус пришел, я пришел исполнить волю Отца, пославшего меня, вот, и там задавали ему вопрос, ты пришел отменить закон? Нет, говорит, я пришел исполнить закон, да, и они вот были участниками всего этого разговора, и касалось благодать Божия этих учеников, самое страшное, что эти люди представляли, что это будет, что это случится не сейчас, не с ними, но когда-то, с кем-то, когда-то это будет, может будет, может не будет, и они поверили в сказку, они поверили, что это может быть когда-то, но не сейчас, но там, там, те пророки в то время говорили о том, что это будет, и это надлежало бы быть. И когда пришло это время, эти люди не поверили, что это должно было быть в это время, в настоящее время. И когда это настоящее время пришло, они не поверили в это. Они были разочарованы, они были разбиты. Они не поверили до конца во все это. Братья и сестры, вы знаете, я не хочу брать осуждение вот этого фрагмента, вот этой истории, потому что осуждая этих людей, или рассуждая этих людей, можно очень легко перейти в осуждение. Я не хочу сегодня осуждать этих людей, но я сегодня становлюсь на место этих людей. И я себе представляю. Сегодня нам Священное Писание говорит, ладно, это было с этими людьми, что сегодня происходит с нами. Братья и сестры, и я подведу к этому, и мы будем молиться об этом. Братья и сестры, я не хочу сегодня касаться ваших душ, слушай, я хочу сегодня, просто рассуждая над самим собой, анализируя свое состояние, хочу сказать, как происходит в моей жизни это. И может быть, это есть и в вашей жизни, но я сегодня, как ни странно, замечаю это в народе Божьем. И я скажу пример, почему я это говорю. Вы знаете, сегодня говорится в Священном Писании, что там, как Христос говорил, что и когда увидите все сие сбывающимся, знайте, что близко при дверях. И мы видим, что сегодня есть одно за другим событие, что напоминает нам о том, что мы при дверях, пред тем, чтобы предстать пред нашим Господом. Там написано, верующий на суд не приходит, а не верующий уже осужден. И оно так очень громко звучит. И я задаю себе вопрос, Виктор, ты верующий? Верующий, но как же? Ну, коснись каких-то дел, веры. Я вне веры. Я приведу только маленький пример. Мы решили с нашей семьей, так как дети наши уже поженились, уже живут как бы семьями, вот. Ну, мы с ними провели время, вот. И мы решили посетить наших родителей. Мы посетили мою тещу в Спакене, приехали сюда, здесь мамочка моя. И мы решили посетить наших родственников. Мы поедем дальше в Сакраменто. Вот. И мы были там в Сакраменто, и там братья попросили, Виктор, прийди и поучаствуй в служении. И мы пришли, я пришел на служение, там многие братья пришли на служение. Там пришел один больной, держимый человек. И мы вот так вот стоим, вот так вот, ну, так вот многие говорят, братья, мы уже третий день молимся, постимся за освобождение этого человека. И, ну, ну, и вот многие такие тупики, вот, и как бы, ну, вот не знаем, как быть это самое. И вы знаете, я зашел, зашел туда, и как бы увидел, как бы, ну, такую беспомощность, беспомощность во многих глазах, во многих людях, которые там находились. Там были только братья, не было сестер, там были только братья, там совершался определенный труд. И я зашел туда и посмотрел, такую беспомощность в глазах многих людей. И вы знаете, я как-то так вот, ну, как-то так вот, ну, в ревности как-то так вот, просто заплакал внутри себя. Вот. Ну, казалось бы, мы о вере проповедуем, мы о вере говорим. Вы знаете, мы о вере очень много знаем, и как бы можем и научить о вере многих людей. Но коснись действия веры, братья и сестры, наша вера испаряется. Куда надевается наша вера? Мы просто не в состоянии даже простое сделать. Я не беру многие другие, другие такие примеры, что, ну, как бы, они являются, как, ну, как бы, быт нашей жизни, сущность нашей жизни, да. Вот я не беру остальные примеры. И так тому подобное. А любовь? Любовь. Я дружусь среди молодежи, и я часто задаю такой вопрос, потому что вижу такие конфликты, и вот приходится иногда разбирать среди молодежи. Вот, и вот, любовь. Что такое любовь? Многие понимают это совсем по-другому. Многие превращают любовь в какую-то страсть и тому подобное. Братья и сестры, чтобы понять любовь, нужно прочитать Коринфянам первое послание, где апостол Павел говорит, любовь не гордится, не бесчистует нищего своего, не превозносится. 14 качеств любви, только одного понимания слова «любовь». Как часто мы не можем вместить нашего человека, нашего соседа, мы не можем его вместить. Почему? Любишь? Да, люблю. Сестра, люблю. Брат, люблю. А почему ты не можешь вместить? Почему ты не можешь покрыть? А любовь – это когда ты берешь на руки и вынашиваешь этого человека в молитве, когда ты можешь покрыть любую злобу, любую ненависть, любое мщение, любого, когда ты можешь перенести эту боль, когда тебя придут и ударят по лицу. Вот это любовь, братья и сестры, вот это любовь. И там написано в Священном Писании, кто не любит, тот не познал его. Не познал Бога. Кто не любит, тот не познал Бога. В другом месте написано, что «и потому узнают все, что вы, мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Братья и сестры, вот она любовь. Любовь – это не слова, это не просто слова, которые просто как звук какой-то. Любовь – это действие, это поступок, это жертвенность, это жертва, это стать жертвой, это понести какую-то боль, какое-то ущемление. Вот значение этого слова. Это не просто слово. Это не просто страсть в интиме. Это намного больше. Это намного больше. Братья и сестры, так же самое и вера, так же и надежда. А как надежда наша? Случись какому-то горле, случись какому-то испытанию нашей веры, наша надежда улетучивается. Мы теряем эту надежду. Братья и сестры, надежда наша должна быть твердая, непоколебимая на нашего Господа. Она должна быть нашим стержнем нашей жизни. Мы должны ухватиться в надежде на нашего Господа. Если бы даже не так, все равно я не поклонюсь. Вы помните, как мужи вот эти вот сказали? И они есть зафиксированы на странице Священного Писания. Вот она, твердая надежда. Вот она, твердая вера. Братья и сестры, вот мы проживаем вот этот вот год. Насколько мы смогли продвинуться в вере, в надежде, в любви. Вот то, что у нас хромало. Насколько мы смогли вот это подтянуть? Насколько мы смогли... А как это можно? Братья и сестры, вы знаете, я хочу вам поделиться, как это происходит в моей жизни. Братья и сестры, читаю Священное Писание, познаю. Как написано в Священном Писании? Познайте истину, и истина сделает вас свобод. В другом месте написано, что Слово Мое есть истина. Сам Христос сказал, Слово Мое есть истина. И познав вот это слово, я сегодня задаю, познав вот это слово, оно нас делает свободными от этого. Мы в чем-то начинаем каяться, мы в чем-то начинаем исповедоваться перед нашим Господом, перед ближними. Я сегодня задаю вопрос во многих церквях, я сегодня хочу задать вам вопрос. Братья и сестры, Церковь Божия, кто из вас от начала до конца прочитал Библию? Есть большинство, но очень мало. А как вы можете познать закон Божий, не познав Слово Господне? Вам неинтересна эта книга? Я знаю, что многие христиане, многие верующие на вот этих вот верхушках, на вот этих вот, как бы на началах таких вот, держатся, как бы, а коснись какого-то, какого-то испытания в нашей жизни, мы начинаем рассыпаться, мы начинаем падать, мы начинаем изнемогать, мы немощны, мы духовно больны. Почему? Потому что мы не знаем закон Божий, братья и сестры. Когда в моей жизни случаются моменты, когда Бог испытывает мой дом, я знаю, в чем причина, потому что знаю закон Божий. Я в своей жизни прочитал больше 50 раз Библию, и я вижу, что этого мало, этого недостаточно, я недостаточно знаю Священное Писание. И как может быть христианин, вообще состояться, как личность христианин, если он не прочитал ни разу Библию? Говорят многие, трудно, пророков читать, там много, много, там это родословно, но и родословно открывает историю. Нужно копать, нужно углубляться, нужно рыть, нужно докапываться туда. Я много раз прочитывал Библию, просто так вот, прочитаю просто, ну как обычную книгу. И она как бы, ну, не особо оставила, ну, оставила, ну, осталась в моем сердце. Когда я начал молиться и просить у Господа, Господи, Ты разъясняй это слово, Бог начал разъяснять это слово. Бог начал открывать мне о том, что будет впереди, какая моя вера должна быть, какая моя любовь должна быть, какая моя надежда должна быть перед Господом. Братья и сестры, и это помогает, вот эта книга. И когда мы читаем эту книгу и приходим на служение, на богослужение, Бог говорит через пение, через стихотворение. Происходит разбор слова. Когда мы молимся, Бог разъясняет это слово. Бог ведет диалог с Твоей личностью. И это помогает слово. Братья и сестры, вот день, вот проходит вот этот вот год, 12 месяц, конец 12 месяца. Давайте мы просмотрим просто нашу жизнь. Я в первую очередь пересмотрю свою жизнь. Насколько я смог продвинуться ближе к Богу. Вы знаете, когда я пришел к Господу, вот, Господь открылся мне, когда я был в плену в Афганистане. И когда, когда Бог открылся мне, я пошел в поиски Господа. Мне было очень интересно все узнать о моем Господе. И я искал много методов, как прийти к Господу, как познать Его, как познать силу воскресения Его. Что значит для меня сила воскресения? Братья и сестры, Церковь Божия, что такое сила воскресения? Как она работает в нашей жизни? Да поможет нам Господь, братья и сестры. Да даст нам Господь силы, мудрости, ведения, познавать нашего Господа и приближаться к Нему, читать Слово Его, вникать в себя, в учение, вникать в Слово Господне, брать это для себя, для своей жизни, применять это в своей жизни, в практику, и так учить наших детей, наших внуков, учить этому, чтобы сохранить их для Царства Божьего. И самому не быть не в числе опоздавших. Да поможет нам в этом Господь. Впрочем, срочно много можно чего сказать и чем поделиться, но даст нам Господь разъяснение хотя бы на те слова, которые мы слышим, под которыми мы рассуждаем. И пусть наш рост духовный, он продвигается в нашей жизни, чтобы нам познавать Господа и приближаться к нашему Господу все ближе и ближе. Я просто упустил этот момент. Я хотел сказать этот пример, и он немножко вылетел. Вы знаете, остался в моей жизни, остался, ну, как бы, я уже пришел к Господу, все, и остался один дефект в моей жизни, так как я занимался немножко спортом, вот, и остался такой вот дефект в начале моей христианской жизни. Я вот, я сильно не мог терпеть несправедливость. Я когда видел несправедливость, я не мог терпеть. Ну, видел, когда там, когда или подводят тебя, или обманывают, или еще что-то, или хотят тебя ввести. Вот, и как бы я без разборки. Ну, приду, скажу, приду, скажу, и человек не понимает. И, ну, доходило до такого, что я подошел раз там, и там начинаю с ним бороться. И когда, всякий раз, когда я это применял в своей жизни, я терял мир с Господом. И прихожу на служение, чувствую, молитва не идет. Ну, нету, нету такого контакта с Богом. И я опять начинаю исповедоваться, начинаю просить у Господа прощения, Господи, ну, прости, ну, так немножко, не по бодрству. Вот. И опять налаживаю этот мир с Господом, до какого-то времени. Потом опять там что-то, что-то, ну, произошло в моей жизни, там, на работе, там, там, обманул человек, там, или там посмеялся. И я подошел, и вот так, один прием применил, он упал, ударился, и оно, как бы, немножко легче мне было, а его я проучил. Да, и вы знаете, опять я терял этот мир с Господом. И вы знаете, я настолько много раз приходил, вот, и я уже начал просто во все услышание среди братьев, служителей, говорю, братья и сестры, помолитесь за меня. Ну, вот так вот, не по бодрствуя. Потом я помню, как-то на одном, на одном братском служении один брат выходит, говорит, Виктор, ты знаешь, наверное, тебя уже могила выровняет, вот, как Горбатого. И вы знаете, я вот после этих слов настолько так разбился, настолько разочаровался, думаю, да, действительно, наверное, спасение не для меня. И, наверное, спасение не для таких, как я. И вы знаете, я настолько, ну, как бы, разочаровался или разбился, вот, после этого сказанного, и я пошел домой и сказал, все, я больше на собрание не пойду. Я забыл о том, что я обещал Господу. Все это настолько разбило, настолько раздробило меня полностью, смертельно. Я помню в этот вечер, когда я так сказал, заходит ко мне мой друг и говорит, Виктор, поехали на молитву. Будет там молитва, поехали на молитву. Братья соберутся, и там будут соус, помолимся. Я говорю, но я решил больше, на собрание не пойду. Он говорит, нет, я уже все, я уже зашел за тобой, все, поехали. Он меня уговорил. И вы знаете, я пошел, все-таки решился, пришел, при входе сел, и там началась молитва. Когда мы начали молиться, Господь исполняет Духом Святым Сосуда, Иисус подходит ко мне и говорит, я слышал, что ты сказала. И дальше было там слово, я не помню там все эти подробности, но было сказано так, что я хочу, чтобы ты ко мне пришел такой, какой ты есть, в своем несовершенстве. И я дам тебе жизнь, и я сделаю тебя совершенным для царствия моего. Братья и сестры, вот такими мы нужны Богу, такими, какие мы есть. Когда мы искренне приходим пред лицом нашего Господа, и Бог дает нам возможность, или в жизни нашей Он нас формирует, и Он нас делает способными на многие добрые дела. И Бог нам дает силы, дает и мудрости, и дает и ведение, и учит где-то, наставляет. Всего лишь нам все это просто отдаться Господу и служить Господу искренне и честно. Знаете, что происходит в нашей жизни, братья и сестры? Происходит в нашей жизни, что мы так смотрим, ну, это может быть с кем-то. Кто-то такой, вот он похуже меня, а я чуть получше. Братья и сестры, в себя вникай. В себя смотри. Смотри в свои поступки. Смотри в свою жизнь. Смотри, на что ты способен. Что ты можешь сделать для Господа. Себя осуждай. Не другого осуждай. Себя осуждай. Каждый раз, когда тычешь пальцем, смотри, что четыре пальца тычут на тебя. Указывает на тебя. И прежде, чем укажешь ты пальцем, посмотри на то, что четыре, четыре дали тебе возможность указать на тебя и посмотреть на себя. Да поможет нам в этом Господь, братья и сестры. И Бог дает нам жизнь. Я не знаю, кто из нас доживет до следующего года или в следующий год еще проживет. Но сегодня мы имеем возможность. Сегодня время благоприятный, день спасения. Сегодня есть возможность прийти к нашему Господу. Я помню один такой, один такой фрагмент в жизни близкого человека. Мне Бог перед смертью открывает такое состояние этого человека. Открывает красивый фрукт. Снаружи очень красивый фрукт. Яблоко. И Бог подводит его сверху и показывает внутренность этого яблока. А это яблоко, оно было внутри гнилое и даже не готово. Ну, как бы, оно было не в состоянии даже какую-то часть какого-то этого яблока даже на компот употребить. Как обычно, гнилое обрезается. И что-то, кусочек какой-то там на компот мы берем. Даже кусочка не было готового. И человек всю жизнь был членом церкви. Человек всю жизнь, как бы так, как говорится, служил Господу. Но Бог открывает состояние перед самой смертью, открывает состояние этого человека. Братья и сестры, когда мы предстанем перед нашим Господом, я часто задаю такой вопрос. Господи, покажи мне мое состояние. И Бог показывает мне. Бог показывает мои минусы, показывает мои плюсы. И когда мы просим нашего Господа, чтобы Господь открыл нам наше состояние, слушайте внимательно, что Господь говорит через пробуете. Слушайте внимательно, что Бог говорит через псалмы. Слушайте внимательно, что Бог говорит через видение, через сновидение, через Слово Господне. Слушайте внимательно, братья и сестры, и будем брать эти уроки для того, чтобы исправлять нашу жизнь, для того, чтобы приближаться к нашему Господу. Как вот эти люди, они думали, что это будет с кем-то, когда-то, в какую-то эпоху. Они поверили в сказку, они не поверили в то, что это, они не могли себе даже представить, и это как бы их, как бы, ну, посетило их врасполох, а это случилось с ними. И Христос сказал, он несмысленный, да? Он прямо обличил их. Там вот, ну вот, я могу повторить, как там написано. Тогда он сказал, он несмысленный и медлительный сердцем, чтобы веровать всему, что предсказали пророки. И он дальше говорит, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И там дальше я не буду читать. Братья и сестры, сегодня мы действительно видим, что мы живем последнее время. Мы переживаем последнее время. Мир обеззакония сегодня. Во многих охладевает любовь друг к другу. Брат на брата поднимает руку. Посмотрите, что сегодня происходит в мире, что сегодня происходит за пределами церкви, стен церкви. Что сегодня происходит в церкви? Охлаждение, нет уважения, нет почтения. Многие дети забывают о почтении к родителям. Многие дети забывают. Мне приходится трудиться среди молодежи. Мне часто приходится обличать детей, молодежь обличать. И говорить, почему ты не почитаешь отца? Почему ты не почитаешь мать? На какое благословение ты рассчитываешь? Священное Писание говорит, что почитай отца твоего и мать твою, и будет тебе благо. Вот он, источник блага. Благословение. Если ты хочешь иметь благословение, сеять, и жать, учиться, и чтобы Бог помогал тебе, и давал тебе работу, помогал тебе в работе, давал тебе какие-то знания и повышения в работе, чтобы ты мог иметь достаток и мог еще помогать другим, нужно иметь благо. А благо – это почтить твоего отца и твою мать. Вот источник твоего блага. И да поможет нам Господь, братья и сестры, сегодня вникать в Слово Господне. Да даст нам Господь силы и мудрости. Ему хвала. Аминь. Мы будем молиться? Несовершенство свойственно каждому из нас, и дары различны, но ревновать о них и стремиться, расти в вере – это весьма важно. И мы уже слышали, что важно Библию прочитать, да, каждому верующему хоть один раз в жизни. Если у вас это не достигнуто, поставьте такую цель – вера отслышания Слова Божьего. То есть важно, чтобы Слово Божье было объективно в нашем сердце. Вот знаете, вот эти, которые рассуждали, шли в Маус, они читали пророков. И все, кто слушали Христа, ученики, они очень внимательно слушали, но не слышали только то, что им нравилось. Они слушали однобока, о Царстве, о том, что восстанет. А когда Христос говорил о страданиях, они как-то летали где-то в облаках и не услышали это. Когда читали пророков, не обращали на это внимания. И поэтому каждому из нас очень важно объективно подойти к Слову Божьему, объективно и целостно иметь его в своем сердце. Дары различны, но есть служение всеобщее. И сейчас у нас общее материальное служение и общее пение. «Ангел с небес принес людям благую весть». Потом братская группа, стих Владимира и хор. «Ангел с небес принес людям благую весть». Ангел с небес принес людям благую весть. Боже, благослови. Боже, благослови. Боже, благослови. Боже, благослови. В этот чудесный день ты нас благослови. Ангел с небес, ангел с небес Людям принес плохую весть С неба Господь в силу послал Он грех с миром взял Боже, благослови Боже, благослови В этот чудесный день Ты нас благослови Боже, благослови Боже, благослови В этот чудесный день Ты нас благослови Ангел с небес, ангел с небес Людям принес плохую весть И с той поры прихода Христа Дети Божьи ждут Бог, как любит всех Бог, как любит всех Бог, как любит всех Ангелы здесь поют Боже, благослови Боже, благослови Боже, благослови Боже, благослови Господу, я думаю, что каждый из нас, он, читая Слово Божие, понимает, разумеет, что скоро придет Господь. Но вот как брат проповедовал, что мы все время откладываем, думаем, это скоро, но это не сейчас, это не сегодня. Для кого-то этот час может настать и сейчас, знаете, потому что за одними Христос придет, когда заберет всех, а за другими может прийти и в этот момент. И мы хотим спеть один украинский гимн. Я приду уже скоро за Тобою, и возьму Тебе я в небеса. Я купил Тебе ценою крови, вірная голубонько моя. Шумни води не зграсят любови, вики світу не зальюті. Я купил Тебе ценою крови, в муках и стражданях на хресті. День веселья скоро наступает, в небе приготовленный Тоби. Там, в Єрусалим, Тебе чекаем, будь до смерти вірная мне. Я купил Тебе ценою крови, в муках и стражданях на хресті. Субтитры подогнал «Симон»! Шумни води не зграсят любови, вики світу не зальюті. Я купил Тебе ценою крови, в муках и стражданях на хресті. Шумни води не зграсят любови, в муках и стражданях на хресті. Я купил Тебе ценою крови, в муках и стражданях на хресті. Слава Господу, дорогі друзі! Друзі, сьогодні так прекрасно в служії прослеживається тема любви. Мені так подсказували, що не все понимають стихотворення, яке я розказую. Становиться це тільки понятне в кінце. Я предложив би вам розматривати стихотворення як картину, щоб більше було понятно. Війна. Войюють две держави за життя, за власть, за все вокруг. Огни мерцають у застави, окопи в грязних полукруг. Був вечір, лише поодиноко свистали пули над рвом. І вдруг послышалось «Все! Перемирие! Рождество!». Все этого так долго ждали, щоб немного отдохнути. Із рук винтовки випадали, хоч на минуточку заснути. Вот сонце над заставою встало. Одна з воюющих сторон решила, що би то не стало, украсити праздничний закон. Своїх противників решили поздравити старым сапогом. Грязі в нього битком набили. І підписали «С Рождеством!». Солдат один, що посильніше, подарок брося для врагів. Грязний сапог, будто пропеллер, промчался і упав в окоп. Забросили його, забыли об цій выходці пустій. Але що це? «Сапог начищен, до бліска. В ньому і грязі нет, і от верха, і аж до дніща, так багато яблок і конфет. Забиска лиш білеєть сверху. І в ній написано о том, що кожен дарит, що імеє, і поздравлення з Рождеством. Отсюда только выплывает один единственный вопрос. Кожен із нас, куди диваєть любов, що дарит нам Христос? Христос, ведь Он нас любит. Ми маємо любов Христа, любов Творця. А ми дарити не вміємо любви святой, любви Отця. Любити ми всіх на світі, пусть даже багато буде слез. Любити ми, словно діти, так як любив Ісус Христос. Амінь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Прийдіть і поклоніться, прийдіть і поклоніться Господь! Ісусе, молитві ми йдемо на Тебе, Прославити щиро бажаєм Тебе. Субтитры создавал DimaTorzok Прийдіть і поклоніться Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Псалом, який ми іспіли, на українському язіке нас пригласив прийти поклоніться Господу! Що ми хочемо зробити? Це прекрасне приглашення! І якщо ми действительно це зробимо, іскріно, середечно! Сьогодні ми видимо дуже багато таких украшених, які кажуть нам о рожденому Спаситіле. І так багато світилів різних показують нам і овечі, і маленького Ісуса, і Марию, і Іосифа. І все так красиво! І во многих домах ми можемо це видіти, і в церкві нашій. І я думаю, що це действительно прекрасно! Але це внутрішня сторона. Я хочу сегодня говорити більше о внутрій стороні. Наскільки дорог нам Ісус Христос! Ми сьогодні можемо говорити о Нім, якій Он красивий, і воображати Його, що він такий прекрасний. Але найголовніше – імели ли ми з Ним встречу? Це найцінне, 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 найцінне – іметь встречу з Ісусом Христом. І я сьогодні хочу говорити о маленькому, о рожденому Спаситіле. Тому що в нас празднують по-новому, на Україні, в России празднують по-старому, і ми якраз переживаємо ці праздничні дні рождения нашого Господа Ісуса Христа. Читаю дуже простое місто. Евангелие от Луки, 2 глава, с 8 стиха. Евангелие Луки, 2 глава, с 8 стиха. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Для того, чтобы мы могли лучше запомнить то, что я хочу говорить, я хочу разделить проповедь на три таких части. Первая часть – это будет возвещение ангелами, пастухам о вести рождения Господа нашего Иисуса Христа. Вторая часть – это будет их действие. И третья часть – это будет то, что они получили при встрече или после того, как встретились с Иисусом Христом. Итак, первое. «Ангел сказал, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак – вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Если говорить подробнее, то для пастухов был сказан конкретный адрес, где находится Иисус Христос. И самое главное, что этот адрес или местонахождение Иисуса Христа было сказано как бы на их языке или другими словами по их возможностях. Если бы Иисус Христос, как мы выше читаем, родился в гостинице, и вдруг ангел сказал пастухам, «Я возвещаю вам великую радость, вот вам знак, вы найдете Иисуса в гостинице». Я думаю, что пастухи не решились бы пойти в гостиницу. Если мы знаем, в наше время в гостиницу надо соответствующие документы, каких, возможно, у пастухов не было. Они были просто на рабочем месте, они сторожили овец. И для пастухов было сказано на их языке, по их возможностям. Я думаю, что когда им было сказано, что вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях, то для пастухов, которые знакомы с яслями, что это такое, не составляло никаких трудностей найти ясли. Никаких трудностей. Это была их профессия. Это было их занятие. И я думаю, ну это мое воображение. Здесь написано дальше. «Когда ангелы отошли от них на дебо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Ефреем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». Может быть, они как-то решали, ну, целесообразно поверить, что Иисус Христос находится в яслях. Ну, так написано, нет? Может быть, такие были у них рассуждения. Может такое быть, что Иисус Христос находится в яслях. И, возможно, у них были такие немножко беседы на эту тему. Но все же победило то, что они сказали, пойдем. Пойдем. Решение было, пойдем. Может быть, как-то и трудно уместить, трудно поверить, что Сын Божий может находиться в яслях. Но все же они решили, что пойдем. И решили весьма правильно. Если говорить за яслях, я немножко знаком с этим. Там, где я жил, там мне возможность была быть, у нас были коровники, а вес нас не было, были коровы. Это что характерно, что на дверях этих коровников никогда никто не вешал замков. Никогда. Любой человек в любое время дня и ночи мог туда зайти. Почему? Потому что не сильно много желающих было туда пойти. Не сильно много. Тот, кто там работал, кому обязательно надо было туда идти, тот там был. Там не было человека, который требовал бы пропуск, чтобы туда попасть, который проверял бы документы. Такого не было. И я думаю, что что-то подобное было в то время, когда пастухи пришли в ясли. Так просто. Я не хочу просто об этом раскрашивать. Я хочу сказать, что Иисус Христос родился и был положен в ясли как бы специально для пастухов. Специально. То есть Бог как бы подстраивает возможности встречи с Иисусом для человека. Я хочу об этом сказать, что Бог настолько милостив, дает возможность человеку встретиться. Не делает что-то невозможное, а сделает возможное. По силам человека, по его возможностям. И я думаю, почему именно пастухам Иисус Христос явился. Потому что в лице пастухов сегодня имеем мы с вами простые и малые, богатые, бедные, знатные. Все могут пойти в ясли. В гостиницу не все могут пойти. Но в ясли могут пойти все и иметь с ним встречу. И вот пастухи хорошо сделали. Я делаю такое серьезное ударение на три глагола. На английском это звучит верб. Я думаю, кто знает английский, понимает, что такое верб. Три верба. Или я склоняю на русском. Здесь написано, почему я так делаю, чтобы лучше было нам запомнить то, о чем я хочу говорить. 16 стих. Прошу высветить. Второй главы. Первый. И поспешил. Второй. Пришли. Третий. Нашли. Поспешили. Пошли. И нашли. Если бы не поспешили и не пошли. Могли бы найти? Нет. Иисус Христос родился, но для того, чтобы его встретить, надо было проявить действие веры. О чем нам сегодня уже говорилось. Трудно поверить, что в яслях лежит Иисус. Да, не все могут это уместить. Да, когда мы читаем уже задним числом, да, то мы знаем, что Иисус Христос был положен в яслях. Но тогда, когда было это возвещено, я думаю, что непросто было поверить, что Иисус Христос находится в яслях. Но все же пастухи поспешили. Почему поспешили? Почему поспешили? Потому что Иисус Христос не вечно был в яслях. Не всегда Он был в яслях. И для того, чтобы там Его встретить, надо было поспешить. Он был в тот момент. Написано, ныне родился. То есть это произошло в тот момент, когда ангелы возвестили пастуха. В тот момент произошло врождение. И, может быть, какую-то ночь там Иисус находился. Может больше, может меньше. Но он там долго не был, по всей видимости. И чтобы с Ним встретиться, надо было побороть вот это брение, вот это местонахождение, невероятность местонахождения. Надо было побороть, проявить действия веры, поспешить и пойти. И когда они это сделали? Слово Божье говорит, что они нашли. Иисус Христос дал возможность им себя увидеть. Иисус Христос дал возможность пастухам встретиться с Ним. Это так ценно. Это самая важная цель. Встреча с Иисусом Христом. Третья, двадцатый сих говорит нам. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все, что слышали и видели, как им сказано было. Это результат встречи с Иисусом. Я не знаю, какие они шли туда. Может быть, смущенные, на работе, ночь. Им пришлось работу оставить. Я хочу, чтобы они тоже взяли это на вооружение. Быть на работе и встреча с Иисусом, это как-то было несовместимо. Надо было оставить стражу. То и другое нельзя было сделать. И когда они оставили овец, оставили стражу, они встретились с Иисусом. И вот эта встреча, этот взгляд. Может быть, Иисус ничего не говорил. Он был очень маленьким. Но эта встреча сделала им так много, что они, написано, возвратились, славя и хваля Бога. Их сердце наполнило радость. И они славили и хвалили Бога. Вот это была ночь. Я думаю, что памятная ночь была для пастухов. Никогда до этого такой ночи, по всей видимости, не было. Потому что самое прекрасное время, это место, это время встречи с Иисусом. Я думаю, что мы можем вспомнить те моменты, когда мы лично встречались. Какая радость наполняла наше сердце. Ничто другое. Не знать об Иисусе. Какой Он красивый, каким Его сегодня, может быть, рисуют или представляют. Но именно встреча делает свое дело. Встреча. Встреча. И только встреча с Иисусом Христом может изменить нашу жизнь. Встреча с Иисусом Христом может наполнить нас настоящей радостью. И то, что им сказано было, здесь написано, то, что слышали и видели, как сказано им было, все исполнилось. Все. А ангелы сказали правильно. С их стороны только требовалось действие веры. Послушание. И вот читаем одно место из Старого Завета. И еще одно из Нового почитаю. Пятая глава четвертой книги Царств. С десятого стиха. И выслал к нему Елисей, слугу, сказать, пойди, омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист. И разгневался Нейман, и пошел и сказал, вот я думал, что он выйдет, встанет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на место и снимет проказу. Вот такое воображение человеческое. В образе вот этого Неймана мы давайте посмотрим на себя. Иногда мы представляем Иисуса Христа, встречу с Ним, как нам нравится. Вот как мы хотим, вот так должно быть. Да, здесь говорится за истеление. Я считаю, что истеление, и вообще встреча с Господом, мы как-то представляем, она должна произойти вот так-то и вот так-то. И вместо того, чтобы послушать Бога, послушать пророка Божия, который сказал настолько простое слово, что его исполнить мог любой человек, маленький ребенок. Ну вот человек настолько себя настроил, что вот сложное что-то, как ему потом сказали, да, ты бы сделал сложное, а вот настолько простое ты не сделал. Даже написано, что возвратился в гневе, даже разгневался. Вот такой человек, иногда похоже и с нами происходит. И вот благодаря рабам, которые говорили, ну если бы что-то сложное, сказал, ну пойди, ну пойди, послушайся Слово Божие. И написано, что и пошел он, и окунулся в Верданя семь раз по Слову Человека Божия, и обновилось тело его, как тело, мало ребенка и очистилось. Вот что делает послушание Слову Божию. И Бог мог бы сделать так, как Нейман воображал. Мог бы Елисей выйти, положить на небо руку, помолиться и очистить его. Но Бог хотел, чтобы Нейман проявил действие веры, шаги веры. От нас требуются шаги веры. Сказал, иди окунись, пойду. А я вот думал, так будет. Пастухи, может быть, и думали, об этом не написано. Но то, что, может быть, было и невероятно для них, они все же пошли. Еще одно место читаю из Нового Завета. Очень прекрасное место. 17 глава Евангелия Луки. С 12 стиха. «И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Представляете, десять человек прокаженных попросили Иисуса, чтобы он их истелил. Вместо того, чтобы их истелить, может быть, помолиться, может быть, как Нейман воображал, помазать телеем или руки возложить, он говорит, «Идите, покажитесь священникам». Они же не были очищены. Они были в проказе, и идти к священникам просто было бесполезно. Священники бы их отправили за город, там, где было место прокаженных. И они могли сказать, «Ну, ты сначала нас очисти, а мы потом пойдем». Но Слово Божие говорит, «Когда они шли, то есть они пошли еще прокаженные». Вот это было действие веры. «Послушание Слову Божию сказал Бог, идите». «Да, я прокаженный, как я пойду?» Это не твое дело. Твое дело – проявить послушание. И послушание Слову Божию производит веру. И надо сделать шаги веры. И когда шли, очистились. И обновилось тело, как малого ребенка. Вот так Бог обновляет. Вот так Бог очищает, прежде всего, сердце. Когда мы делаем послушание веры, шаги веры, послушание Слову Божию, мы обновляемся, мы очищаемся. Наша душа и наше тело делается, как у малого ребенка. Чище не может быть, прекраснее не может быть. Только послушание Слову Божию, только встреча с Иисусом Христом может сделать очищение полное. И когда шли, здоровую очистились. Конечно, один только возвратился, отдать славу Богу. Это другая тема. Но самое главное, я хочу сделать ударение на то, что мы не должны воображать, понимаем это мы, входит это в наше понимание, ну вот как эти десять прокаженных, так как пастухи. Может быть невероятно, но вот сказал Бог, пойду. Пойду, вот встречу, не встречу, пойду. И поспешили, пошли и нашли. Слава нашему Господу! Если мы сделаем подобно пастухам, если мы поспешим, если мы пойдем, то мы найдем, и мы действительно будем иметь радость, как это имели пастухи. Как нам уже говорилось, мы заканчиваем год. Мы должны подбить итоги сделанного. Самое главное, я хочу сделать ударение. Как часто мы имели встречу с Господом? Может быть, поверхностно, формально, были в служении. Может быть, кто-то и посчитал, сколько раз был. Может быть, и не пропускал. Насколько мы имели встречу с Господом? Потому что только встреча, только Иисус Христос может нас изменить, может нас очистить, обновить, как тело маленького ребенка. Только встреча. И поспешили, пошли и нашли. Как прекрасно сделали пастухи. Я еще раз хочу сказать, что Бог сегодня под нас как бы подстраивается, Он хочет дать нам возможность встречи. Он не делает для нас что-то такое неудобо-вразумительное. Все простое, как можно проще, как пастухам. На нашем языке говорит простом, доступном и понятном. Идите. Вот вам знак. Там и там находится Иисус. Конкретный адрес, конкретная возможность с Ним встречи. Но вы пойдите, вы поспешите, и вы найдете. Мы уже заканчиваем год. Сегодняшнее служение уже почти последнее. Как бы хотелось искренно, сердечно возблагодарить Господа. На Украине война, у нас мир. В Восточной Украине в какой-то мере голод. У нас изобилие. Слава нашему Господу! Мы не знаем, что случится с нами завтра. Сегодня это мы имеем. Готовы мы сегодня открыть свое сердце для благодарности Господу. Готовы мы сегодня впустить его в свое сердце, чтобы Он нас изменил полностью, чтобы мы могли вступить в Новый год с новым сердцем, с новым желанием. Да поможет нам в этом Господь. Я думаю, что в прошлом году Он нас так на украинском языке говорится, рясно благословил. Это обильно. Это так благословил, что мы живем можно сказать в самой лучшей стране. И мы не лучше других. Бог нас поселил в таком прекрасном месте. И как бы хотелось, что мы от чистого сердца возблагодарили Господа. Как бы хотелось, что мы воздали Ему более того, что Он нам открылся. Более того, за то, что Он дал нам возможность с Ним встречаться. Если мы не имеем с Ним встречи, то это потому, что мы не проявляем действие веры. Он для нас, как для пастухов, сделал все с Своей стороны. Давайте мы сделаем, как это сделали пастухи. И проявляя действие веры, мы пойдем. Пойдем туда, в ясли. Там лежит маленький Иисус Христос, который будет возрастать. Он не всегда будет маленьким. Да поможет нам Господь иметь с Ним встречу. И сейчас мы встанем и возблагодарим нашего Господа от чистого сердца. Аминь. и now they are together. И now they are with us, ПЕСНЯ 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 Да, действительно, Рождество – это величайшее чудо. Там столько таких тайных, чудесных нюансов, которыми переплетено все это рождение. И говорит, вот вам знак, мы уже слышали, да? Вот вам знак, или вот вам знамение. Все дева в очреве примет и родит, и нарекут ему имя. Это необыкновенно, такого не бывает, чтобы дева приняла и родила. Или, например, вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Обычно даже самая бедная семья. Я ж помню, родился ребеночек, не было таких шикарных колясочек, лютик, четыре досточки, полотном прибили дно, положили на веревочку и подвесили, и вот так его качают. Но зато в доме не в хлеву ребенка вешали. А это вам знак. Он будет в хлеву, в сарае, там со скотом. Это знак. Бог так сделал. И читаем, и действительно, правда. Какое чудо из чудес. И я думаю, лучшего чуда для нас нет. Бог пришел, плоть принял для спасения нас. И вот вам знак. Найдете младенца в пеленах. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное. И славило Бога. Для нас был этот подарок. Это мы с вами должны так славить Бога и поклоняться Ему. И радоваться этому величайшему празднику. Говорят, не надо праздновать. Да зачем Пасха? Да зачем Рождество? Да вообще зачем христианские праздники? Это, вы знаете, ну это полный абсурд. Евангелие мы видим, что оно нам показывает. И когда сердце радуется, и в душе всегда праздник, мир и покой. И пусть нас Бог благословит, братья и сестры. Будем благодарны. Прошел год. Прошел год. Вот. И мы прожили с вами в хороших условиях. И этот год. Велостивый Отец все нам дал. И вот такое вот, Христос, такое серьезное слово. Я его вам прочитаю. Пусть оно так в сердце останется. И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике посаженную смоковницу. И пришел искать плода на ней. И не нашел. И сказал виноградарю. Вот я в третий год прихожу искать плода на этой смоковнице. И не нахожу. Сруби ее. На что она и землю занимает. Представьте себе. Вот оказывается, даже за деревом наблюдают. Плод приносит или нет вечность. Сад Божий на земле. Приносим ли мы плод? Помните, когда в первой, кажется, главе или во второй Матфея пишут. Вот уже секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Год прошел. Плоды мы принесли добрые, худые. Все это наше. В наших с вами закромах. Значит, есть такая возможность, предложили нам. Еще один контейнер нам предлагают. Отправить на Украину. Примут. Потому что очень много людей обездоленных. Разрушенные дома. Полуголые люди, вы знаете. Ну и, я думаю, скажу вам. Если вы пожелаете, я могу... Будет контейнер, короче, организовать. Контейнер будет. Значит, как мы сможем? Осилим контейнер. Уже в этот контейнер, как для беженцев, можно и продукты, только чтобы они не были просрочены, и продукты, и все можно, и одежду. Как мы думаем, братья? Сможем осилить контейнер? Сможем. Значит, надо будет и заплатить 7 тысяч за него. Это не бесплатный контейнер. Так стоит 14 или 15 тысяч. А так, ввиду того, что гуманитарная помощь, надо будет заплатить. Это мы должны скинуться. Я думаю, для нас это не будет трудно. Два, пару сборов, и мы это оплатим. Сделаем контейнер. Вы знаете, как раз мы сейчас отправим после Нового года. К весне они его получат. Вот этот контейнер, который мы с вами отправили, ровно два месяца. Китай задержал. Мы его следили за ним, наблюдали. Китай долго продержал у себя там. А так, быстренько-быстренько, и он пришел, и это, два месяца. Ну, если вы согласны, я буду добиваться контейнера. Вернее, они уже предложили, можно его. Значит, с Нового года начнем собирать плоды для вечности. Неплохое ложите туда, чтобы совесть не судила. Ложите там, это все равно, вы знаете, как на Украине, в России. Люди любят красиво. Тут так не одеваются. Там так все изысканно, так за одеждой наблюдают. Если ложите, так чтобы оно было постирно, чистенькое. Вот как для Господа. Я иногда так спущусь, там сестры перевирают. Нечестно, некоторые там под дверью понакидают, там кульков. А там, Боже мой, его сразу в мусор надо нести. Надо, как для Господа, как для Господа сделать. Пусть Бог благословит нас, значит. Да. И еще одно такое есть. К нам присылают конверты. Организация Hell and the Children. Это та организация, которая вот я... Мы вызывали детей, прооперировали, отправили. Очень успешно. Вот это последнего ребеночка. Родители радуются. И главное, они не только ему, ей небо зашили. И каналы на ушки ей сделали. Она плохо слышала. Ну и все это полностью, весь этот комплекс. Они и так хорошо отремонтировали. И ребенок развиваться начал. И в школу пошел. И все, и начинает хорошо разговаривать. Она же плохо говорила. Вот начала она, это ей надо учить. И уже хорошо. Ну, говорит, с ней прямо чудо происходит с этим ребенком. И все это, это наши труды. Слава нашему. Вместе с вами мы деньги собирали. И они, вот знаете, мы из многих стран вызываем детей. Там, где войны прошли, где беды. И мы оттуда приглашаем. Это такая организация. Вьетнам, Камбоджи. Там мы разных. Вот, я вот сейчас думаю, сейчас в Украине там и поперекалечили же детей. И там жутко, что понаделали люди. Вот, может быть, пригодится приглашать еще оттуда, просить, чтобы они это. И они как раз прислали письмо. Могли бы вы церковь, дорогая славянская, поучаствовать. Необыкновенно в этом году маленький бюджет поступления финансов. Ну, они за счет волонтерства, добровольных пожертвований. И у нас даже, у них там нету даже чем, ну, перекрыть их. А я так думаю, предложу людям. Может быть, мы сделаем сбор такой. Да и пошлем им. Разве они к нам такое доброе дело делают? Потому что нам еще придется к ним руку свою протягивать. Понимаете? Вот, давайте вот на вечер пронесите понемножку каждый. Соберем и пошлем на эту организацию. Организация называется Hell and the Children. Поняли, да? Они присылают благодарственные письма. Все, как полагается. Оно это, да? Пусть Господь благословит нас, братья и сестры. Контейнер готовимся послать нашим братьям. Вот там встретят его. Все это. Там наши верующие братья. Мы это на церковь пошлем. И ее там развезут. Донецкая область. Там, где прошли вот эти вот беды. Закончим наше собрание. Я очень радуюсь, что вы соглашаетесь. Это показатель весьма хороший. Значит, духовное состояние членов тела Христа, ну, все-таки нормальное. Приучены к добродетели. Пусть Господь благословит всех вас и меня вместе с вами. Здесь записочки от братьев и сестер, за которые мы с вами должны помолиться. Как? Новый год, да, братья, да. Новый год, значит, на Новый год уже не будем мы советоваться, когда там взвешивать. На час дня. 31-го. Это будет среда. В 7 часов вечера будет собрание. 1-го числа. Ну, так, братья, предложили. На час. Хорошо? Высплятся все. Все, придем и на час. Ну, некоторые делают два собрания. Я думаю, мы собраниями не обиженные с вами. У нас достаточно собраний. На час сделаем собрание. А потом воскресенье. Это уже будет начало месяца. Будем готовиться к вечере Господней. Это следующее, значит, воскресенье. Пусть Господь благословит. Здесь записка вот у меня лежит. На самом верху Петера Павла. Вы знаете, молимся. И происходят какие-то улучшения. Вот. И они удивляются. И врачи посмотрели. Удивляются. Улучшения у него происходят. Вот. И Роза лежит в госпитале. Тоже, вы знаете, врачи. Ну, сильное у нее было большое кровоизлияние. Но все-таки она уже и понимает. Еще разговаривает. Так пытается. Трудно. И еще не получается. Уже левая сторона полностью функционирует. Правая еще так немножко. Но есть показатели добрые. Пошло улучшение. Я верю. Молитва детей Божьих. Это творческая сила. Пусть Господь благословит нас. Закончим собрание. Поблагодарим Бога.